проверка автомобиля подготовка эй Костян, ты что там делаешь? смотри игруха называется илон маск короче закинул пятихаточку смысл в том чтобы короче забрать иксы пока ракета вот не забралась оп блин еще раз поближе да не видно и полетели 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 я немного тоже не борщу так 860 рублей заработали можно побольше рубль закинул есть рубль 600 выводить легко брата ну смотри там начинали рубль был уже два да чуть по чуть по копеечке собираешь а потом можно бабки вывести вообще без проблем можно на сбер можно на киви мне на киви проще номер телефона свой возишь ну давай я так чтобы все а бабки обязательно придут друзья по промокоду x5 offroad сейчас пятикратный бонус то есть закинете пятихаточку две с половиной тысячи будет на счету закинете рубль будет пять тысяч на счету переходите по ссылке в закрепленном комментарии дергайте удачу за хвост играйте с умом и все будет у вас хорошо а мы будем крутить дальше собирать налетить это над и собирать налетить это над и так друзья я рад всех приветствовать вы давно просили какую-то техническую часть то есть мы такого никогда не делали как когда-то делали у нас не получалось что получится вообще не представляю и на фоне таки буха меня никто не видит друзья то из этого получится вообще не представляю поэтому очень жду обратную связь от вас пишите комментируйте куча будет ошибок куча будет оговорок я не силен в этой в теории в названиях это все из личного опыта и хочу поделиться с вами собственно вот что я выучил зайти полтора года там два года 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 я хочу вам рассказать о самой нужной вещи и самом главном инструменте штурмана это про якорь у нас он грязный ржавый тяжелый неудобный кривой неудобный кривой и вот такой вот огромный это называется грузинский якорь грузинский якорь почему такое название вообще без понятия но если вы загуглите вы найдете давайте вставим где-нибудь сбоку картинки здесь будет такие такие и такие вот один из этих вот якорей он называется типа плуг в нашем регионе вот в трофе спринте плугом не пользуется вообще то есть когда-то там пару раз я видел их в гонках но они у нас не распространены не заметил я к сожалению как это произошло колесами или лебедкой нет наверное все таки лебедкой потому что я вижу как собирают ребята такелаж здесь у нас катание катание на якоре в исполнении штурмана 70-ки якоря типа плуг используется более в ну как сказать в более мягких грунтах это вот болото это средняя полоса россии в ориентировании и так далее у меня к сожалению особо видео нету где и как это пользуется дальше что мы здесь видим седов брошен якорь пашет даже под деревом они тоже разных форм делают их кто как хочет они бывают я знаю полы внутри то есть они даже плавают на болоте их можно кинуть в воду она будет плавать там цель получается якоря в другом то есть там нужна более большая площадь соприкосновения и он должен не так сильно зарываться чтобы его потом не откапывать самый распространенный якорь вот такого типа у нас делают парни из поселка целина ростовской области тот якорь весит 7 килограммов он немножко меньше лопата примерно такого же и пожар марик занимается сельскохозяйственными работами у нас якорь весит килограмм 11 12 костяного уже давно хочет заменить но так как он работает и это уже проверено не только нами ниже 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 якорь неправильный надо было петли чуть 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 ниже нет дави колеса пускай колеса и ты дави очень неправильный якорь видишь как он вырвала так коллег до без блокировки спереди почему-то не надо не надо не надо он погнёт подожди подожди не потом потом разберёмся вот сразу нормальный якорь убирай дать чё это за барахло металл все забирай его вес это очень большой плюс я как-то маленький вес это очень большой плюс мне допустим с ним тяжело особенно когда здесь налипает килограмм так еще 10 грязи с ним очень тяжело на самом деле бегать вся палочка на тебя смотрит пошел хасан пошел хорошо машина ровненько работает сейчас три к одному так хрен его знает вот смотрите славик получается он не больно такого легкого телосложения и с якорем который вот исцелены он допустим с ним вообще без проблем поднимается на подъем и как еще и помогает себе с помощью якоря я же с этим якорем бегаю примерно вот так ему пищу дополнительную лебедку вот такая работа там страдальное видео там было одно видео где это кости руку подавали когда ему просто бедолагу поднять наверх столкните якаря бывают разные формы из разного материала у нас металлическая как и у многих кто-то делают вот эту главную центровую стержень там из бывают из полуосей якоря у всех разные вот смотрите на примере этого покажу вот это вот ну я считаю неправильно и такой якорь заходит хуже потому что вот за что он прицепляет получается от якоря это та же самая синтетика и если грунт мягкий нужно заглубить якорь здесь камни да он хорошо он хорошо зашел видите вот эта синтетика не дает углубиться якорь то есть она не врезается в землю а если был бы металлический вот этот кусок метровый то было бы хорошо и она бы получается прорезает землю здесь якорь более легкий сделанный тоже синтетика воткнул и работает здесь более он длинный без перчаток очень скользко кстати штурману работать и видите синтетика не углубляется в землю она лежит на ней и и и и и КОНЕЦ Продолжаем тему якорей. То, что делает сейчас штурман, это крайне нежелательно манипуляция, потому что он должен держаться рядом с якорем, с самой лопатой. И подъезжает еще Паджеро. Якорь тот, ну... Нет, не идет якорь. Целина вот делает их из торсионов, то есть это металл, который более тонкий, но прочный. Он может гнуться, они даже как-то пробовали делать из стабилизатора ОКИ, там получается якорь вообще с мизинец толщиной, но он такой хлюпенький. А вот, допустим, у экипажа из Ставропольского края вот такой вот якорь. Пойдемте покажу надежный титановый якорь, который я вам хотел показать. Титановый, да? Титановый, да. Это про якорь. Вот этот якорь, а он уже, видимо, был поломанный когда-то, тут изолента. Вот это титановый якорь, вот эта лопата, видите, это не брак, это она действительно такая вот изогнутая, с дырками, и вот здесь у нее еще как ребро жесткости, да, получается, то есть все изерно. Вот это очень хороший считается якорь для всех грунтов, и для мягких, и для твердых. Он очень хорошо вкапывается, потому что он тут как бы чуть ли не заточен, у него прям острие такое. Сейчас покажу. Ну, прям он остренький, вот здесь вот видно. Вот, и длинная ручка. Единственный минус, я считаю, этого якоря, он скользкий. То есть штурману неудобно вот здесь держаться, когда там в грязи, мокрый и так далее. Но он очень легкий. То есть даже вот эта труба у меня в руках весит, ну, не больше килограмма, наверное, ну, полутора можно. Обломился якорь, тут какая-то изолента, не знаю почему. Ну, вряд ли он был на изоленте, но сломался. Плюс еще у него вот получается здесь очень удобное крепление. Опять же, кевларово, да, то есть все-таки делают это для легкости, кевлар, на якорь. Но я бы все-таки предпочитал сюда ставить металлический трос, чтобы он прорезался в грунт и не лежал на нем. То есть получается, ну, вот этой лопаты вполне хватает. Парни грустят. Смотрите, какой якорь. Опять же, повторюсь, кевлар, причем толстючий кевлар. Очень широкий якорь. Имеет два места зацепа, чтобы, допустим, для сухих поверхностей. Нижняя, чтобы маленькая площадь работала. А большой второй зацеп, туда делается шакл или перематывается легко. И получается, для более мягких грунтов, чтобы была площадь зацепа больше. УАЗик тем временем выползает. Большой просвет – это его плюс. И большой вес – это его минус. Это неправильное ли бежение. Ну, хотя ладно, пойдем. Плохой якорь. Крайне неправильный якорь. Машина вообще не двигается. Он сейчас похоронит якорь. Почему я говорю, что якорь – это главный инструмент штурмана? Потому что бывают всякие технические моменты. Да, бывает электрика в машине пропадает, и там уже ничего не помогает. Но бывает такое, что машина заглохла, стуканул движок, оторвало колесо. И единственное, что спасет экипаж – это якорь, лебедка и хороший аккумулятор. Про эти все моменты мы с вами поговорим в следующих видео. Вот таких технических. Если вам понравится, если вам зайдет эта рубрика, мы будем ее продолжать. Вот такой вот финиш у категории Xtreme. Первый круг должны доехать. Сцепление йог. И вот так вот на лебедочке, аккуратненько. Приз за волю к победе, да? Второе место в экстриме. У Василия тоже мощный гоночный финиш. Не знаю, мне кажется, не вытянет. Вон Костян берет интервью. Тихо, не спеша, да? Да, нормально идем. Что случилось? Стуканул. А? Стуканул? Ставление пробовал. Вы вторые. Опечатление, Костян? Эй, Костя, наверное, вытянет. Обидно. Нет. Жарко, да, но нет. Нормально ход едешь сейчас? Нет, все, заканчиваю. Сход? Нет, заканчиваю седьмой. Пошел! Крайний круг? Все, седьмой. Брат, извини, я его поснимаю, хорошо? Рыжий, ты мощный! Рыжий старший. В тесном кругу он рыжий старший. Саламу алейкум всем. Меня не видно. Меня ж не видно, Кайбур. Честно, не знаю, что он хочет рассказать. Не знаю, видно меня сейчас или нет. Видно, видно, все, чеки. Вот. Что-то он, короче, бегает с этим якорем. Что-то ему неудобно, но мы уже купили новый капот на Ниву. Мы будем по-новому вырезать место под радиатор, под вентилятор. И все это будем по-другому делать. Будет все красивенько и аккуратненько. Мы уберем, наконец-таки, амбаровские петли. Вон они, две штучки висят там. Это техническая часть, про которую у нас все спрашивают. Может быть, это был оберег, с которым Нива каталась уже три точно плюс года лет. Это, да, вот. Мы все это заменим. Уже куплено два новых крыла на эту Ниву тоже. Все будет красиво, аккуратно. И мы, наконец, поменяем вот этот тяжелый якорь на легкий якорь из целины. Мы все-таки его возьмем. И Константин лично будет его пробовать. Потому что я не могу. Я могу иногда кидать ему там, чтобы помогать, да, делать, когда уже у Константина нет просто силы. И водитель выходит уже, и просто я уже должен ему помочь, потому что, ну, уже человек не вывозит. Ну, такие ситуации тоже бывают. Вот. Поэтому, как бы, да, с этим якорем мы скоро попрощаемся. Но этот якорь, это один из первых, я не знаю, нужно это говорить, нет, потом сам вырежешь, если надо. Один из первых якорей, который делал еще на Льбии, по какой-то там, я не знаю, может быть, технологии, там, еще что-то. То есть здесь, получается, вот эта лопата, она сделана очень правильно, которая, вот эта часть, входит у тебя в землю, и она держит, собирает вот здесь максимально перед собой, ну, как бы, как упор. Вот, это все держит, но здесь есть проблема в этом якоре. Здесь, получается, вот этот штук, там идет металл, ну, или что-то там. Арматура, по-моему. Не, не арматура, а какая-то хрень такая, полая такая, прям, цельная. Вот, но она идет вот досюда примерно. То есть вот где-то вот здесь. И в этой части, когда, если неправильно лебедиться, вот эта часть, она гнется. То есть он начинает сгибать, вот здесь, вот здесь все пусто. Вот эта вся часть, она пустая. Короче, там внутри стержень. Да, вот как стержень, да, вот, правильно. Стержень, и он гнется. И вот здесь он обламывается. Просто обламывается, вот так. Первый мы сломали. Погнули. Сломали. Сломали, погнули, погнули, погнули. Который у Олега сейчас. Уже какой якорь, я хрен его знаю. Это второй у нас. Третий, или второй? Третий. Это третий. Третий якорь. Третий якорь. По поводу вот то, что Костян говорит. На самом деле груздинский якорь, он вот такой и есть. То есть штурман сидит вот здесь, вот учка. То есть для чего это сделано? У нас, опять же, вот в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе используют длинные якоря. У нас вот длинный, у нас вот крепеж идет по диагонали полностью оттуда. И вот здесь вот у него идет замок. Костян с ним вообще не справляется, да. Я вообще тяжелее руля ничего не держу. Ну, короче, как-то так. Вот, вот так вот якорь держится. У Толика Халка якорь расположен вот здесь. То есть он... Ну, радиатор не так вырезан, у него есть место здесь. Да, и у него он лежит поперек. И у него якорь получается на почти 15-20 сантиметров меньше. Ну, вот так же у нас будет сделано в следующем сезоне, я надеюсь. Да, 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 все переделаем. Есть такой, кстати, один момент, как у нас вот в спорте. Есть такой момент, как похоронить якорь. Что это такое? А, закопали якорь. Похоронитель инской якорь в целине бесценной. А что, дальше не выезжает? Жутку прижимаем. Ааа. Хороший торсионный якорь. А может сейчас уже зацепить и его уже тащить, так начнет? Ну, смотрите, мое дело по***ть. Откуда кого тащит? О, ягодь. О, ягодь уже ушел. О, ягодь уже ушел. Ягодь уже ушел. Советчиков много, да? Смотри, стрель. Земля дрожит. Леха зубастика везет. Зубастик встал. Мое. Ну, это надо уметь. Чтоб титановый я и этот якорь погнуть. Я еще ни одного не похоронил. Хоронили вы с Олегом. Я ни одного якоря не похоронил. Вы с Олегом хоронили якорь. Когда? На первом ориентировании, блядь, вы славинские. У нас якоря не было. Вы хоронили якорь. Смотрите. Газом помогай. Да ёпту, блядь, дверь закройся. Не советуй профессионалу. Меня это... Лужа кровью обливается, я хочу домой. Нельзя. Я знаю. Там такая лужа была. Нет, нет, нет. Да все нормально, он идет. Че вы... Олег, он идет, Олег. Нет, он тоже идет. Олег тоже идет. Маха. Все нормально, достанете. Охренеть. Ой, бревнышко сейчас вам. Стой, 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 стой. Ну, он сейчас вылезет, подожди, Олег. Та тяни, че уж тут. Тяни уже. Охренеть. Стой, вытягивайся, тя, ешь. Сейчас. Пойдет нефть. А где я? Вот он идет. Олег, вытягивайся. Вон, вон, влажь. Олег, тебе надо копать. Стой. Да нет, все отлично. Еще, еще, еще. Да. Походу, его погнули. А, и хрена, прикинь, под землей развернули. Да, было, было, было дело, когда мы в жужулю его вообще. Я не знаю, это что за это было. Вот там вот весь якорь. Причем якорь не наш был, это на льбе был якорь. И вы его под землей перевернули. Мы его еле вытащили вообще оттуда. Мы лебедились хрен знает откуда. Потом за дерево. И якорь потом еле достали. Это было, да. И якорь, кстати, остался целый. И до сих пор вот этот якорь, это тоже на льбе там производство. И он до сих пор живой, хоть и кривой, гнилой, уже весь, но он работает. Работает. Если рассказывать про якоря, также с ними второе самое важное, это, конечно же, трос. Трос бывает, ну, трех-двух видов, да. Получается металлический трос. С ним очень неудобно бегать. Он очень тяжелый. Он, если лопается, это очень опасно. То есть нужно использовать тросогаситель. И используют их, как правило, на грузовой технике, там, на технике в лесу. То есть в спорте сейчас с металлическим тросом почти никто не бегает. Это крайняя редкость. Его плюс это долговечность, минус его это вес и неудобство использования. Дальше идет кевлар. Он у всех спортсменов, у многих в лесу. И многие лебедки продаются уже в комплекте с синтетическим, либо называют его еще кевларовым, да, тросом. Его плюсы легкость, минусы вот то, что он вот пушится. Если оставить, он там может сгнить. И, ну, рвется чаще, чем металлический. Цена у него, в принципе, приемлемая. То есть раз в год такой трос можно менять без проблем. Мы последнее время ездим вот с таким тросом. Он называется питон. То есть это внутри получается такой же кевлар, но он вот в такой оболочке, так сказать, которая не рвется, более износостойкая. Он уже не чехлится, как видите, вот этот он уже распушился. Этот трос более, вот он как был, допустим, там 12-м. Он так 12-м и остался по диаметру. Вот. И также он там 25 метров, по-моему, у нас на барабане. Очень довольный, используем уже около года и все с ним хорошо. Кевлар бы без вот этой оболочки столько не отходил. Он бы уже где-то порвался, перетерся. И пришлось бы его менять. Вот такая получилась серия. То есть это вот сборное видео за все время, сколько мы получается в спорте. Это все из личного опыта. Может быть где-то что-то я ошибся. Скорее всего я где-то ошибся. Поэтому не судите строго. Пишите свои истории в комментариях. Своего опыта. Что вам больше нравится. Может быть есть что-то, чего мы еще не видели. И это будет интересно узнать. Если вам зашла такая рубрика и нужны там, допустим, новые темы. Можно бесконечно говорить про аккумуляторы. Про титанат, про АГМ и так далее. Ребят, в общем, до новых встреч. Спасибо, что посмотрели это видео. Костя вас всех очень ценит, любит. Воздушное, правило. Всех ловик поцеловал. С вами была команда SKRD Offroad. Напоминаю, что в закрепленном комментарии вас ждет крутая игра. X5 бонусы. Переходите по ссылке. По ссылке. Желаю всем вам огромной удачи. И пока. Увидимся в следующем видео. Оно будет из Кабардино-Балкарии. Поедем в гости к Резвану. Так, к синему такому большому УАЗику. Всем до встречи.